Родина 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 Только нет мне милее России моей. И никак не могу я представить себя Без широких полей, без снегов и дождя. Без кудрявых берез, городских тополей, Без унылых до слез в октябре журавлей. Я пойду по лугам, серебрится роса, А вокруг соловьи падают голоса. Я бы здесь зимовала, если птицей была. Никогда б не искала за морем тепла. О, Россия, родная моя сторона, Как у каждого мать, ты Россия одна. Я до поля дойду, постою на краю. Как же ты хороша, как тебя я люблю. И никак не могу я представить себя Без широких полей, без снегов и дождя. Я до поля дойду, постою на краю. Как же ты хороша, как тебя я люблю. Как же ты хороша, как тебя я люблю. Как же ты хороша, как тебя я люблю. Русская патриотическая песня в программе «Родина» на радио «Шансон-24». Да, дорогие друзья, это программа «Родина», и мы сегодня вместе с группой «Разгуляй», слушаем и разговариваем о музыке и о вашем творчестве. Потому что мы же музыкально-информационная программа. Не важно, какая программа и звучит на радио «Шансон-24», она в первую очередь музыкально-информационная. И готовясь к сегодняшнему эфиру, я послушал несколько композиций, которые мне выслала Эльвира. И я заметил, что есть добрая такая часть песен на такую остро-социальную тематику. То есть, ну как мне показалось, я могу быть неправ, поправьте меня, если это не так. Но мне вот показалось, что вот я такой думаю, блин, вот батя бы оценил прям вообще. Ему бы 100% понравилось, потому что он любил все эти вещи, когда люди отставили свою гражданскую позицию и какие-то такие вещи. Может быть, я окажусь неправым, ответьте мне, пожалуйста. Нет, конечно, это есть именно вот в этой программе, которую мы сегодня хотим представить нашим слушателям. Просто у нас много других программ в других направлениях, но сегодня мы выбрали именно вот эту программу тематическую. И, конечно, здесь песни подобраны, может быть, самые-самые лучшие, что вот создано в этом направлении. То есть, и поэтому и композиторы, я надеюсь, оценят наши слушатели, что здесь музыка действительно настоящая представлена. Социальная такая тема звучит в одной песне. К сожалению, мы ее не принесли сегодня, но в надежде, может быть, мы еще раз встретимся. Конечно, конечно. Вы нас, простите, старики называется. И там как раз такая очень социальная тема звучит, такая прямо очень социальная. Поэтому... Но мы не будем раскрывать все карты. Да, мы немножко в этот раз решили что-то так повеселее, такое разгуляйское, поскольку мы разгуляем. Это правильно, правильно. Надо как-то веселее, что ли, добрее, я не уверен. Скажите, пожалуйста, у меня здесь лежит подсказочка, я сегодня ее уже читал. Здесь огромное количество мероприятий, наград, каких-то фестивалей. Я даже не особо вчитываюсь, Петербург, Пермь, комсомольская правда, все вообще очень много. Расскажите, как давно и как плотно вы занимаетесь музыкальным творчеством. И я еще знаю, что это ваш основной состав. Я прошу вас рассказать нашим слушателям и зрителям про вашу группу побольше. У нас, в общем-то, юбилейный год. Группе исполняется, вернее, в этом году 25 лет. Серьезно, да. Поэтому, вроде бы, с одной стороны, это и молодость, а с другой стороны, мы уже достаточно длительный срок на эстраде находимся. Но, естественно, что за все это время происходила ротация исполнителей. Сегодня это уже совершенно другие исполнители, не те, которые начинали когда-то вместе с нами. Вот, девочки молодые. Они, правда, тоже уже достаточно опытные исполнители. Почему? Потому что они закончили музыкальные вузы, принимали участие в разных конкурсах исполнительских. И поэтому на сегодняшний день это такой достаточно крепкий состав. И дай бог, что девочки будут продолжать с нами работать. И вот юбилейный концерт, который у нас запланирован в этом году. Вы об этом поподробнее, пожалуйста. Да, который, наверное, будет где-то в ноябре. И я думаю, что наши слушатели, кому мы понравимся, кто полюбит наше творчество песни, могут прийти, ну те, конечно, кто живет в Санкт-Петербурге, на наш творческий вечер. Потому что там, наверное, будут принимать участие и другие артисты, не только группа «Разгуляй звезды» питерской эстрады. Поэтому милости просим. Наша встреча, кстати говоря, это уже часть нашей работы, подготовки к 25-летию. Надеемся тоже на вашу поддержку тоже. Конечно, вы скажите нам, пожалуйста, вот вы сейчас сказали, что будет примерно месяц, да? Вы определились с этим месяцем, а с датой, как я еще понял, непонятно. Поэтому я спрашиваю вас, скажите, пожалуйста, где можно простому слушателю и зрителю найти вас в интернете? То есть группа ВКонтакте, может быть сайт, YouTube-канал, где можно прочитать информацию по мероприятиям, чтобы было просто проще скоммуницировать? Группа ВКонтакте есть. Конкретно группа ВКонтакте называется «Поп-фолл» группа «Разгуляй». Дату нашего концерта мы пока не определили. Это связано с залом, как нам дадут число. День рождения у нас в конце ноября. Официальная дата у нас 27 ноября или 29 ноября? 29 ноября. Официальная дата, даже справка есть. А простите, откуда? Потому что когда-то мы были артистами большого коллектива, очень известного на Урале. И на базе этого большого коллектива создался маленький коллектив под названием «Разгуляй». И поэтому большой коллектив… На самом деле дата конкретная, почему? Потому что именно 29 ноября состоялся первый концерт группы. Да, да. А, то есть прям вот так. А собрались вы, конечно, не 29. Собрались, конечно, раньше. В большом коллективе. Была большая репетиционная работа перед этим. Директор этого коллектива большого, он нам написал официально с печатью, что группа «Разгуляй» впервые выступила в таком составе, в небольшом, на базе большого коллектива. Именно 29 ноября 1993 года. Серьезно, серьезно. Серьезно. И с тех пор мы ни на один день не прекращали свою работу, несмотря на трудные 90-е годы. И потом уже многие даже распадались группой. Почему многие группы ВИА отмечают 30 лет, но ведь какой-то период в их жизни выпадал. Потом они снова собирались. И как-то вот… Как вам это удается? Расскажите, в чем тайна. У нас 25 лет, мы не на один день. А как это удается? Волка ноги кормят, поэтому… Были, конечно, лучшие времена, были похуже, но тем не менее, все равно мы старались не уйти вообще. Я думаю, что одна из слагающих успехов нашего заключается в том, что мы не замыкаемся в каком-то одном направлении. То есть мы экспериментируем. У нас вот вся творческая кухня, да, коллектива, она подразумевает возможность исполнения разной музыки. Поэтому у нас очень много разноплановой музыки. Поэтому, наверное, исполнителям это нравится. И я всегда говорю, что мастерство рождается на стыке жанров. То есть, если ты, допустим, академический певец, да, но не поешь эстраду, значит, ты плохой певец академический. Потому что нужно уметь все, да. Нужно и в этом уметь жанре работать, и в этом. И поэтому людям это нравится, нашим исполнителям. Они пытаются обладевать какими-то другими направлениями. Вот это, наверное, маленький такой наш секрет. А вот можно еще, пожалуйста, побольше про вашу кухню. Расскажите, как формируются песни? Кто их пишет? Кто отвечает за какие вещи? Или это как-то не определено? Может кто угодно прийти и сказать, вот смотрите, у меня есть песня. Я ее там написал и написал. Давайте ее споем. Можно такое произойти? Да, действительно. То есть демократия? Да, действительно так есть. Приходит очень много людей, приносят свои песни, присылают. Мы смотрим, но очень-очень много материала лежит в столе, но что-то вдруг из стола достается в какой-то определенный момент, и рождается песня. Ну, кроме того, у нас есть, конечно, исполнители, с которыми мы работаем постоянно. То есть авторы, я говорил, простите. Ну и мы обращались также много и к ретро-музыке. Вот в частности, мы создали интересную концертную программу, которая называется «Вторая жизнь. Песен Василия Павловича Соловьева Седова». И вот как раз у нас по плану сейчас песня, которую написал Василий Павлович Соловьев Седой, со своим последним соавтором, поэтом Глебом Горбовским, который, слава тебе Господи, еще жив, здравствует на сегодняшний день, ему 85 лет. Серьезно. Да. А Василий Павлович ушел в 78-м году из жизни. И вот одна из последних работ, которую они сделали, вот песня для фильма «Сладкая женщина». Ну, наверное, наши слушатели помнят этот художественный фильм с Гундревой в главной роли, с Олегом Янковским. Вот они написали… Мария Пахоменко исполняла… Да, там, значит, была заглавная песня, которая в фильме была исполнена Мария Пахоменко. Она называется «Гроза весенняя». Но после того, как эта песня прозвучала в фильме, она в дальнейшем не звучала. Кстати, Саша, подожди, ты попутаешь немножко. Да, рано песня кончилась в этом фильме. А, ну да, да, да. А «Гроза весенняя» немножко… Ну, «Гроза весенняя», да, это тоже написано для цикла песенного, но это всё равно стихия Глеба Горбовского, да. Вот, поэтому «Гроза весенняя» исполнялась только одной группой до нас. Питерская даже. Питерская группа… Что за группа? «Калинка». Вот. Они исполнили её, это было очень-очень давно. Но песня шикарная. Да. После этого она не звучала. Мы дали вторую жизнь. Как бы немножко возродили вот для этого проекта «Вторая жизнь» песен Соловьёва Седова. Слушайте, ну тогда самое время послушать. После такого длительного вступления… Давайте послушаем. …не можем не послушать. Гроза весенняя, на нашей улице, ломала молнии, бросала в ночь. А ну тебя глаза, да и недобрые. Пойдём на улицу из дома прочь. Пойдём, пойдём из дома прочь. Там, в полях под грозой, Дождь гуляет босой. И бегут с поезда Голубой полосой Голубой. Поедем, 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 поедем со мной. Дорога мокрая, фонарь качается. Дорога за руку Возьмёт и в путь. А у тебя в глазах Печаль, отчаянье. Поедем, милая, Печаль забудь. Скорей свою печаль забудь. Там, в полях под грозой, Дождь гуляет босой. И бегут поезда Голубой полосой Голубой. Поедем, 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 поедем со мной. Вечички собраны, Вагоны поданы. Могнём родителям В окно рукой. А мы не модные. Мы просто молодые. Прощайте, милые. Прощай, покой. Прощай, покой. Там, в полях под грозой, Дождь гуляет босой. И бегут поезда Голубой полосой Голубой. Поедем, 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 поедем со мной. Поедем, 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 поедем со мной. Песни, прошедшие сквозь время в программе «Родина» на радио «Шансон-24». Дорогие друзья, проходя сквозь время, к вам мучится гроза весенняя и навстречу вашей любви. Пусть будет любви. Это мило, очень трогательно, потому что я слышал все, что вы мне говорите за кадром. И, действительно, романтика. Романтика, советская. Да, и советская. И вообще, вот это вот мы сейчас обсуждали. Вот как на стыке жанров, так и на стыке времен мы тут с вами сидим. Получается так, что я молодыми глазами слушаю и молодыми ушами смотрю туда и пытаюсь как-то проникнуться всем тем, что происходило в то время. И, конечно, этого не понять, не пожив там. Поэтому вот мы обсуждали еще, что сейчас в моду снова входит какое-то, ну, ретро, что ли. То есть, 80-е, 70-е. И здорово, что молодежь как-то, ну, в большом, скажем так, количестве приобщается к тому, что было. А я просто, я считаю, что, ну, кто мы без истории? То есть, каждый человек, за ним история какая-то. И вот здорово, когда люди обращаются туда, назад и как-то знают там свою историю или историю не свою. Вот. А у нас следующая композиция очень меня заинтересовала своим названием. И я попрошу вас ее как бы озвучить, рассказать мне, почему так сложилось. Ну, нужно сказать, что вот эта песня, которая сейчас прозвучит, в принципе, эта песня совершенно новая. И можно сказать, что сегодня такое как бы премьерное исполнение. Дебют? Да. Хотя она уже звучала раньше тоже кое-где. Вот. Но вот это только-только начало жизни этой песни. Вот. И поэтому, конечно, можно сказать, что премьера. Но автор Анатолий Кальварский и Ольга Клеменкова, его автор, с которым пишут сейчас песни. Вот они эту песню написали и дали нам, чтобы мы исполнили ее, так сказать, ну, в своем, что ли, ключе творческом. Вот. И когда мы это сделали, то Анатолий Владимирович сказал, что, наверное, ребята, вы слишком много лирики сделали в этой песне. Это было со знаком «плюс». Вот. Мы как бы немножко так подрастроились сначала, да. Переречили. Да. А потом, когда мы, значит, подумали как следует, и посмотрели, и послушали, то поняли, что по-другому-то мы сделать не могли эту песню. Почему? Потому что в коллективе в основном девочки у нас поют. Да. Вот. Девочки не могут же спеть марш, как военные, да. Вот. Надо было брать ситуацию в свои руки. Да. Они спели ее с точки зрения… Вот. Опять же, морская романтика. Морская тематика, морская романтика, да. Есть моряки, да, суровые ребята, вот, которые несут службу тяжелую. Это одна, один взгляд, да. А есть девочки, которые ждут их после походов морских дома. И вот с этой точки зрения, с точки зрения девочек, и мы, значит, воплотили свое видение этой песни в жизнь. Вот у нас получился такой вот кронштадтский марш в исполнении девочек группы «Разгуляй». Вот. Хотя там звучит и духовой оркестр и так далее, но вот такая история с этой песней. Кстати говоря, это Владимир… Анатолий Владимирович Кальварский сказал, что перелечили. А Ольга Клеменкова, автор текста, так как раз сказала, нет-нет-нет-нет, все хорошо, мне так нравится. Потому что она женщина, ей близка тоже вот эта романтика морская. Мы будем надеяться, что нашим слушателям тоже понравится. Ну, нам позиция интересная, с которой спета и представлена. Что ж, ну я… А, кстати говоря, Аркадий, слушай, как тебе вот с точки зрения парня сегодняшнего… У меня есть друг-моряк, он недавно вернулся, он три года отслужил, и я вот обязательно, наверное, покажу ему эту песню, вот он буквально завтра возвращается. Вот интересно, как на молодое поколение, и именно мужское молодое поколение эта песня. Вот эта девичья романтика трогает ли вас в ваши сердца? Ну, я по своей натуре человек чувствительный, поэтому мое мнение может быть необъективным. Ну, что ж, тогда выносим на суд премьеру Кронштадтский марш. Дорогие друзья, зрители канала, подписчики, слушатели Шансон 24… Напишите что-нибудь по этому поводу. Обязательно в комментариях под видео все пишите. Перелечили или нет, напишите. Да, обязательно, вот, устроим голосование. Что ж, ну тогда слушаем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добро павел DimaTorzok К морю и ветру, к ветру и морю любовь на дно! К морю и ветру, к ветру и морю любовь на дно! Добро павел DimaTorzok Русская патриотическая песня В программе «Родина» на радио «Шансон-24» Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Родина» И прозвучал сейчас кронштадтский марш В исполнении группы «Разгуляй» И я могу сказать, что нет, вы не перелиричили Не перелиричили Не вы говорите, все, все Зарапортовался Не перелиричили Вот, получилось Для меня лирика это что-то такое более спокойное То есть я сейчас не говорю Про какую-то там, про любовь Именно вот что-то более спокойное Тут прям марш То есть такой хороший женский марш Я представил себе там девушек в пилотках Без козырках Да, да, да Ну, в общем, как-то очень даже неплохо получилось Я считаю, что наговорили вам лишнего Спасибо, спасибо Мы продолжаем нашу программу И мне хотелось бы поговорить про вашу концертную деятельность В данный момент что-то предвещает, кроме юбилейного концерта? Ну, не за горами Буквально завтра Яблочный спас Поподробнее? Яблочный спас Обычно вот завтра Какое, 17-е? Сегодня 17-е Завтра 18-е Августа Нас пригласили выступить на этом празднике В одной из наших программ Фольклорных Потому что у нас, как говорил Саша Несколько программ Есть военная программа Есть ретро-программа Есть дискотека 80-х Это очень круто звучит Да, а есть фольклорная программа Ближе к фольклору Хотя там есть и авторские песни В основном авторские Аля Русь Аля Русь Аля Русь А почему так, кстати? Потому что В наших советских ДК Шили очень даже Костюмы Все зеленые Или все красные Кокошники Это было как-то Псево-то все Это русское На самом деле русский костюм Но, кстати, кокошники стали популярны Вот когда чемпионат мира по футболу Когда чемпионат, да Что хотел сказать Не только девочки Даже мальчики ходили в кокошники Да В половину Москвы ходила в кокошники Так весело же, весело Знаете, вот как объединяет Все это чисто русское такое Вы же видели, да, этих ребят? Да, но вообще Головной убор женский Не только кокошник был Там же были разные Причем каждая женщина Шила его сама И костюм И головной убор Поэтому мы вот В кичках Кичка называется Я обязательно после программы Посмотрю, как это выглядит Скажите, где это будет проходить Время Это все для наших слушателей Задите, чтобы они Пловдинский район Пловдинская, 9 Там очень часто бывают Концерты Практически Концертные программы Хорошие Ко всем Профессиональным праздникам То есть там работают Видимо хорошо Власть Поэтому Потому что ставят Хорошую сцену Для людей Поэтому Звук, сцена Хороший Это какой-то клуб Или концертный зал Это улица А, просто Яблочный спас Сцену большую ставят Хороший звук Яблочный спас И в общем Это будет на улице Массовая программа Это государственная программа Это православный праздник А, ну тогда вдвойне Я понял Слушайте, ну такие вещи Да, нужно посещать Потому что бывают Скажем так Более именитые Какие-то Мероприятия И которые бывают Хуже организованы Потому что Ну там Либо здесь не разрешили Что-то сделать Либо там Ну а тут Если тут Все в общем Хорошо А вот кстати По поводу Яблочного спаса Следующая песня Наверное Будет уместно Сейчас как раз Звучать В этом месте Нашей программы Ну и Чем интересна Песня Наша барыня Она называется Наша барыня Да Что Один Из известнейших В настоящий момент Композиторов Питерских Филипп Либанов В соавторстве Со своим Тоже Ну соавтором Сергеем Салдыковым Написали Вот эту песню Которая Наверное В общем-то Не характерна Для творчества Филиппа Либанова Потому что Те кто слышал Это имя Слышали его музыку Там немножко В другом направлении Пишется музыка Но вот здесь Филипп пошел На эксперимент И мы тоже В свою очередь Пошли на Творческий эксперимент Попробовали Написать Записать песню Филиппа Либанова Вот именно В таком ключе В народном И на наш взгляд Довольно-таки Весело получилось И даже Филиппу понравилось Из любимых наших Песен Теперь в нашем Репертуле И друзья Филиппа Этнические Балалайки Да Что-то там Такое есть Я думаю Мы сейчас Можем послушать Как раз Оценить На наши усилия Ну и давайте Обязательно Обязательно Что ж Композиция Наша Барыня И мы ее Слушаем Дорогие друзья Русские Барыня Барыня Судариня Барыня Барыня Один Барыня Расцветила Русь Святую солнце красное Расплескалось по золотою лучей. Эх ты, пляска, давай я, ты прекрасная! Разгорись на сердце пламенем свечей. Выходит круг сударыня, на поясе ладонь Кружит с критопом парня под русскую гармонь Выходит круг сударыня, на поясе ладонь Кружит с критопом парня под русскую гармонь Разгулялся ветер рощей соловьиною Разразвился буйным свистом по лугам Ой-ой-ой-ой, эх ты пляска Озарная и старинная Не давай покоя сердцу и ногам Выходит круг сударыня на поясе ладонь Кружит с притопом парня под русскую гармонь Выходит круг сударыня на поясе ладонь Кружит святого парня под русскую гармонь Парня, парня, сударыня Парня, 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 сударыня Парня, парня, сударыня Разукрасил все дороги и пути Наша парня под русскую гармонь Выходит по бою Лучше пляски в этом мире не найти Выходит в круг сударыня на поясе ладонь Кружит с притопом парня под русскую гармонь И выходит круг сударыня И выходит круг сударыня В программе Родина на радио Шансон 24 Действительно русская, действительно патриотическая песня Сегодня играет у нас в нашей программе В гостях у меня группа Разгуляй И мы рассказываем о вас И вы сами о себе тоже нам рассказываете Потому что не бывает тут неинтересных вещей Что ж, следующее, про что мне хотелось бы поговорить После того, как мы с вами обсудили концертные дела Это, конечно же, издательские дела Вы мне вручили торжественно диск за кадром Спасибо вам большое Я после эфира попрошу у вас автограф обязательно Но я так понимаю, это не единственное, что у вас издано Что можно потрогать руками Расскажите о вашей, скажем так Ну, не биографии, а как это правильно сказать Помогите мне Помогай Слово правильное Дискография Дискография Ну, материалов у нас очень-очень много И материал Там несколько часов чистой музыки Написано и мной очень много музыки И другими композиторами, с которыми мы работали Вот К сожалению, многое не издано Много ждет еще Свои череды То есть альбомы, они уже готовы Они полностью сформированы Но с изданием пока что мы не продвигаемся дальше По каким-то определенным причинам Хотя, в принципе, наверное, будем этим делом заниматься Вот особенно сейчас, к нашему юбилею Надо выпустить будет то, что у нас лежит в портфеле Нужен какой-нибудь сборник здоровый Да, да Хорош Это будет, конечно Причем надо назвать, я уже Саша говорила Разгуляй, которого вы не знали Потому что нас воспринимает разгуляй Это значит, что такое веселое, задорное А у нас очень много музыки Лирики, написанное Саше Потому что вообще начинали мы как народную Народная песня Так начинался коллектив В акустическом варианте Да, акустическом Был контрабаз, балалайка, баян Мы пели народные песни Потом время нам подсказывало Что слушатель хочет что-то уже другое Саша стал писать свою музыку И у него получалось очень хорошо И у нас очень много песен Написано им как композиторам И это уже более эстрадная музыка И очень много лирики там Но мы ее почти не исполняем Потому что, как правило, праздник Разгуляй, это значит Что-нибудь повеселее Ну да, да А вот эта музыка, она лежит И поэтому нам бы хотелось Выпустить к нашему юбилею Может быть диск вот такой вот музыки Чтобы зритель, слушатель Услышал разгуляй с другой стороны Какие мы есть И мы эту музыку будем исполнять На своем сольном концерте Вот этим юбилеем, который будет проходить Там они тоже будут наверняка удивлены этим Главное, чтобы людям не было грустно А, мы так выстроим Выстроим программу Выстроим программу Выстроим программу И тут дать себе Лирика Ну пару-тройку песен не своем Обязательно Без этого, конечно же, нельзя А так-то в основном Конечно Ну, смотрите Я так понимаю, что Вы люди, вы разносторонние Это можно было понять С первых минут программы Поскольку вы сразу определили Что в одном жанре вы не работаете Я так понимаю, принципиально И это все правильно Поэтому сейчас я хочу поговорить О каких-то более современных вещах Например, мы начали про издание музыки Агрегатируете ли вы где-то в интернете? То есть я имею ввиду легальные ресурсы То есть там Яндекс.Музыка По-моему, там Ютуб тоже сейчас музыкой занимается Там что еще? Apple Music Все вот это вот как-то вам близко или нет? В Ютубе очень много лежит у нас музыки Можно посмотреть Если есть такой интерес у наших слушателей То можно зайти и посмотреть Группа «Разгуляй» Просто элементарно набирается И там куча наших видео с нашими песнями лежит Кроме того, очень много песен выставлено Вот на наших страницах и ВКонтакте Вот и на других страницах Поэтому все это можно услышать И увидеть в интернет-пространстве Нас выкладывают даже помимо Всего очень много Помимо нас зачастую Так смотришь на просторах интернета Раз, где-то там Ну да, да Потом мы выступаем на разных творческих вечерах И естественно, что люди Закрытых или открытых? Открытые, да И естественно, это снимаются эти концерты И тоже выкладываются То есть мы даже иногда и не знаем, что они выкладываются Потом смотрим Вот, оказывается Как это? Как это? Не знаете? Всегда нужно за такими вещами уследить Вы что? А не знаю Не уследишь Ну вот, смотрите Вот вас позвали А видео будет? А картинка? А гости? Даже вот радио России Есть такое радио И то иногда Звонят из Дальнего Востока И говорят Мы вас слышали Когда? А мы не знаем Оказывается Нашу музыку там уже поставили Могу рассказать На самом деле Такую жизненную вещь У меня отец Вот насколько он был За Ну таким правильным человеком В плане музыки И всех вот каких-то таких Ну Организационных вещах И он Всегда у него было такое некое Двоякое отношение к пиратам То есть к людям, которые Ну Воруют там Неважно Картинку Или звук Вот он всегда говорил Мы Весь альбом Показать в эфире Не можем Потому что своруют Но Пираты молодцы Я говорю В смысле Как это так? Ну ты вообще Ну что говоришь? Он мне объяснил Такую вещь Что это как вирус Вот они вот Копируют его И распространяют Это в любом случае Играет На вас В первую очередь И Сейчас я прекрасно понимаю Что он говорил И конечно же Великий могучий интернет Всемирная сеть Она всех нас Ну Сближает как-то Да И вот даже сейчас Будучи в интернете Это Ну Безграничные просторы То есть люди пишут Вообще из каких-то Верк Из каких-то Даже регионов Где я такой Что там есть интернет То есть До такого абсурда Бывает доходит И Я хочу В свою очередь Пожелать вам Быть В ногу со временем Быть в интернете Чтобы люди Слушали вас Видели И знали Но не без вашей помощи Ну Мы для этого И существуем Чтобы помогать вам Помогать музыкантам Открывать им двери В интернет И не в интернет Только Не только в интернет Вернее В общем Все для вас Спасибо Прошу следующую композицию Объявить И рассказать про нее Нашим слушателям И зрителям Да Вот эта следующая песня Как раз Написана мной Для коллектива В соавторстве С моим Значит Поэтом Татьяной Аполлинаровой А история этой песни Такая В 2000 году Происошло Такое Тяжелое Событие В истории нашей Страны В Чечне Значит Погиб Бойцы Пермского ОМОНа В составе 36 человек Там была засада И вот это было Очень горестное событие Для всей нашей страны И вот Мы Не смогли Не откликнуться На это событие И написали Песню Которая посвящена Вот Вот этому Печальному Событию И это Просто дань уважения Дань памяти Погибшим ребятам Мы Общались в свое время И с семьями Этих ребят Записали песню Подарили им эту песню Она у них есть Вот И Я думаю Что Наверное В рамках сегодняшней Нашей программы Эта песня Прозвучит сейчас уместно Это вот 1 марта было 2000 года И там песня как раз так и начинается И снова март Такой же Как тогда Ну Я думаю Что Добавлять ничего не нужно Просто давайте Послушаем И снова март Такой же Как всегда Такой же Снег Подтаявшим на солнце Пройдут недели, месяцы, года А твой любимый больше не вернется Не скажет Не скажет Больше Как Ты Хороша И Викорей Не Поиграем Сыном Но Может Прилетит Его Душа Душа Ведь у него сегодня Годовщина Зажги свечу Налевина Где шла война Сегодня тишина Ты отдал жизнь За эту тишину За мать За дочь За сына За жену И ты С утра На исповедь Пойдешь Что По греху Свою Очистит Душу И Богу Ты Молитву Вознесешь И Будешь Милости Просить Для Мужа И Будут Свечи Медведь Нагореть Подсвечники Роняя Каплевозка И Будет Хор О чем-то Тихо Петь О чем-то Вечном И Таком Далеком К К Далеком Ты Нам поиграешь Дикарей Па-па-дам Па-па-да-па-дам Ты Перед Сновым Ты Им Расскажешь Сказку Лет После Молча Сядешь У Стола Аллилуйя Ты Лишь Ступая Скатится Светинка Па-па-да-па-да У Женщины Нелегкая Судьба Но быть она умеет очень сильно Зажги свечу, налей вина Где шла война, сегодня тишина Ты отдал жизнь за эту тишину За мать, за дочь, за сына, за жену За мать, за дочь, за сына, за жену За мать, за дочь, за сына Песни, прошедшие сквозь время В программе Родина на радио Шансон 24 Дорогие друзья, программа Родина уже совсем скоро Уйдет из радиовещания Потому что у нас осталось буквально 10 минут И за это время я хотел бы как можно больше от вас услышать полезной информации Конечно же про вас Поэтому я сразу перейду к следующей песне Она так веселенько называется Я прошу ее объявить Санек Собственной персоной Расскажите, расскажите Песню нам подарил наш тоже уже давний друг И замечательный творческий человек Виктор Платицын Автор многих песен, которые мы исполняем Но в данном случае он выступает и как автор текста, и как композитор Вот как-то так получилось, что все сложилось здесь И нам понравился и текст, и музыка, и аранжировка получилась В общем-то вот эта композиция Она уже звучала ранее где-то Но все-таки нам хотелось бы, чтобы эту песню больше знали И поэтому вот то, что сегодня она здесь прозвучит, наверное, это хорошо Любая песня, которая сегодня прозвучит, это хорошо Вы что? Я вот хочу добавить такой момент по поводу этой песни Тут великолепные слова, да, Виктор Платицын написал Музыка, как же сказал Саша, уже все так сложилось Что, ну, очень хорошо получилась песня Одна из самых любимых наших песен в группе «Разгуляй» Но там есть нотка грусти, что вроде бы этот Санек Он сейчас молодой, и девчонок любит, и на танцплощадке танцует Но вот настанет осень, и он погибнет Такая есть связь И всякий раз, я-то знаю, что он погибнет А зритель-то еще не знает Ай, ну зачем вы это? И всякий раз А почему я хотела это сказать? Потому что я потом к Виктору Платицыну обратилась Говорю, Витя, я не могу по-настоящему ее петь Потому что мне жалко Санька, не могу просто Ну до слез Он говорит, что Алла, давай сделай там Так, он попал в госпиталь Его вылечили, и он снова пришел Хэппи-энд Да, с этой мыслью я тогда А, ну тогда ладно, поехала-поехала Ну тогда действительно пошла-поехала Слушаем песню «Санек» Вот будем сравнивать, насколько она реально соответствует Нашему сегодняшнему гостю Александру Девочка была красивая Девочка была одна И такое небо синее И еще вдали война А на местной танцплощадочке Симпатичный паренек Подошел, поправил складочки И сказал, что он санек И пошла-пошла-поехала любовь Та, что сразу и как будто навсегда С каждым мальчиком С каждым мальчиком и девочкой любовь Сумасшедшие счастливые года Это уже ближе к осени И еще не наяву Упадет санек под кошено А пока пастинка вертится Теплый вечерок хорош Что-то будет, что там встретится Ну и ладно, ну и что ж А у них пошла-поехала любовь Та, что сразу и как будто навсегда С каждым мальчиком и девочкой любовь Сумасшедшие счастливые года Та, что сразу и как будто навсегда Да, с каждым мальчиком и девочкой любовь Сумасшедшие счастливые года А у них пошла-поехала любовь Те далекие военные года Песни, прошедшие сквозь время В программе «Родина» на радио «Шансон-24» Дорогие друзья, у нас осталось всего чуть-чуть, буквально пару минут И мне хотелось бы напоследок объявить, Что эта песня будет записана на видео 27 числа В клубе А2 Green Concert В нашем, скажем так, традиционном месте съемок Последние несколько лет мы снимаемся именно там И я уверен, что вам понравится площадка Будут песни-пляски, дорогие друзья Обязательно смотрите потом на YouTube Это будет в составе целого здорового фильма И, конечно же, как обычно, отдельная каждая композиция Будет с представлением Размещена на нашем канале На этом я прошу вас, Алла Прошу вас, Александр Спонтанное пожелание нашим слушателям и зрителям И мы будем включать последнюю Крайню на сегодняшний день композицию «Моя Россия» Прошу Самое главное, друзья, любите друг друга Прощайте друг друга И тогда в вашей жизни все будет хорошо Ну, Радио Шансон 24 Удачи, продвижение Больше слушателей, больше позитива Ну, у вас так все есть Тебе конкретно, Аркадий, я желаю Спасибо Чтобы ты как ведущий рос, 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 рос Потому что сегодня было великолепно Было приятно с тобой общаться И вообще было все здорово Я краснею Спасибо большое Но это было пожелание нам А теперь пожелание вашим слушателям и зрителям Пожалуйста Мы надеемся на встречу с вами И мы любим вас И мы хотим, чтобы вы нас тоже любили И вообще будьте счастливы Здорово Смотрите на жизнь Жизнь, она не такая уж плохая штука Спасибо вам большое Это была группа «Разгуляй» И полным составом 27 числа В Куда Я 2 Грин Концерт Будет записана видео Песня «Санек» На этом мы с вами прощаемся Всем спасибо, кто был сегодня с нами И прощаемся в песне Я эту землю знаю с детства И эту рощу вдалеке Я так любил Рыбачить с детом Часы рассвета На реке Вокруг туманы Луговые И птичьих песен Колдовство Я говорю Моя Россия Обижу деда Своего Я говорю Моя Россия Обижу деда Своего Через года Через года Когда упрямо Я служил Пришел домой Меня ждала У дома мама С такой умывкой У родной Мне геностерку А растила Остерку Орастила Ее горячая Слеза Я говорю Моя Россия Обижу Мамины глаза Я говорю Моя Россия Обижу Мамины глаза Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я тоскую по родине, по родной стороне моей Я в далеком походе теперь Не на русской земле Я тостую по русским полям Эту боль не унять мне без них Программа «Родина» на радио «Шансон-24» Всегда по четвергам Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok